Дома никого нет. Может, останешься сегодня у меня? Мы с папой недавно только начали ладить, ты знаешь. Будет лучше, если я вернусь домой. Хорошо. Как тебе будет угодно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ты забудешь эту деревенскую красавицу, Кемаль? ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все нормально, даже прекрасно Сестра, ради бога, что ты делаешь в такой поздний час? Кадер, стены давят на меня Посмотри вокруг, все грязное Все в ужасном состоянии, мне нужно прибраться Я сейчас все вытру Ведь здесь сейчас будет чисто Хорошо, дорогая Нет-нет, мы просто переживали Поэтому Да, ты гуляй Хорошо, моя хорошая Матушка где она? В парке гуляла Домой она сейчас никак не сможет прийти Но она поговорила с ним? Нет, не поговорила Эх, дорогая, как же этот бродяк И обидел тебя Ты подожди, я открою Привет Я по поводу Бахар хотел спросить Она кажется не здесь Нет Здравствуйте, Сергей Бахар Я не дома Когда она придет? Какая разница? Да что это за... Ладно Тогда Я пойду Удачи желаю Кемаль Она в парке Казалось, что там гуляет Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогая Дорогая, я очень скучал по тебе Бахар, все нормально? Да, все нормально Я с утра звонил тебе Почему ты не отвечала мне? А, вот как Я не услышала На самом деле У меня не было времени смотреть на телефон Я была очень занята сегодня Открыто для места в ресторане Похоже на этот парк Не знаю, насколько вкус мне еда там, но Я подумал, что нам с тобой нужно посетить это место Но в этот раз откажемся от рыбы Если захочешь, можем выпить вино Кстати, ты рядом со мной никогда не пила Интересно, какой ты становишься, когда пьешь Твои щеки краснеют Мне это интересно Может быть Однажды Выпьем Я тебя потащу на руках Хорошо, дорогая Не захочешь, не будем Кемаль Я тут подумал Ты ведь могла приворожить меня Без тебя я ни от чего не получаю наслаждения Приворожил же, да? Кемаль Я хочу прекратить это То, что между нами происходит Пусть все кончится Что такое говоришь, Бахар? Что значит закончить? Ты извини меня Я не знал, как тебе это объяснить Но я должна была это сказать К тому же Пока то, что между нами происходит Не начало развиваться Не начало развиваться? Ты уж извини Ну то есть Да, между нами что-то было Это я признаю Но Я не люблю тебя Не смогла Не получилось Не люблю тебя Не люблю тебя Не любишь Прости меня В моей жизни В моей жизни был кое-кто Задолго до появления тебя Я его очень любила Я его очень любила Он вчера позвонил мне Мы с ним поговорили между собой И я Поняла, что Не смогла его забыть Если бы я могла быть с другим Им был бы ты Я должна тебе это сказать Потому что В то время, как я все еще думаю о нем Ну то уж пока наша история не закончена Пока я любена в него Я не могу быть с тобой Это было бы неправильно Я хотела Правда Быть с тобой Хотела верить, что смогу быть с тобой Но не получилось К тому же К тому же Когда я слушаю его голос Мое сердце молчи Хватит Не надо больше рассказывать Что я могу поделать? Я не люблю тебя К тому же Ази, может быть, любовь на пару дней? Что мы с тобой вообще пережили? Это всего лишь Парочка дней Бахар Тебе не жалко так говорить О том, что мы пережили? Нет Я же до этого говорила Немножко приятных слов Возвлечений Это что, любовь, что ли? К тому же У нас с ним Все по-другому Хватит Хватит, молчи Это не может быть ты Это не та Бахар, которую я знаю Скажи мне, что это шутка Скажи мне, что это вранье Я не верю Это неправда Это правда Я люблю другого, Кемаль Я люблю другого, Кемаль То есть То есть Все кончено Любимый Доброе утро, любимый Доброе утро Пойду-ка я в душ Ну, не уходи ты сразу Я скоро приду Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Доброе утро Доброе утро Иди сюда, дитя Я хочу вспомнить на тебя Если ты хочешь узнать, где я был вечером Нигде ты был А как ты, сынок Хорошо все у тебя? Все хорошо, отец Славно Береги себя А, Мехмед Кемаль Подожди, две минуты Две минуты Сейчас я буду Я уже позавтракал Я переоденусь и выйду Меня хандан ждет Возьми это, возьми Возьми Отец тебе это оставил, возьми Бахар Дочка Обычно ты столько не спишь, дорогая Мне очень жаль Очень жаль, что ты пускаешь слезы из-за него Все нормально, матушка Видишь, я уже не плачу Бахар Доченька Дорогая моя Ты сейчас вот так вот плачешь? Неужели есть что-то, о чем я не знаю? Ты ведь не сделала ничего ужасного Ты не из-за этого плачешь, надеясь? Не сделала, матушка Это не из-за этого Матушка Мне больно, матушка Моему сердцу неспокойно Матушка Я так больше не могу Бахар Доченька, погуляй немножко, подыши воздухом Девушки, я пойду Сестра Ты не пойдешь сегодня на работу? Я на ночную смену пойду Я умоляла Бога, чтобы ее не взяли на эту работу Но она что-то сделала, ее приняли туда Матушка, ну не начинай, прошу Ладно, ладно Я молчу Дорогая Береги себя, будь внимательна Вечером я приду вовремя Если бы я продолжала работать у госпожи Елдыс Тебе не нужно было бы идти на фабрику Матушка, при чем здесь это? Я бы в любом случае нашла бы себе работу К тому же Ты можешь продолжать ходить к госпоже Елдыс Для меня нет никаких проблем Но ты, матушка У нас с Кемалем больше нет никаких отношений К тому же, не хочу, чтобы из-за него ты потеряла работу Я открою Добрый день Прошу вас Я пришла к госпоже Сергии Хорошо, я сейчас позову ее Госпожа Елдыс О, дорогой, смотри, есть скидки Давай зайдем Потом зайдем Ну давай сразу, дорогой, пойдем Прошу вас Спасибо огромное Спасибо, доченька Матушка очень много рассказывала о вас Она гордится вами, оно видно На самом деле, я не хотела вас беспокоить Но я узнала, что госпожа Сергия больна И я сразу же пришла Мне сегодня уже гораздо лучше Извиняюсь Да, Кемаль Дорогой, какая машина? А, ладно, к дому пригони Я туда приду Значит, мирный договор подписан? Хорошо, очень рада А ты где сейчас? В торговом центре, значит Хандан тебя туда потащила Я правильно поняла? Она рядом? Это сестра Елдыс? Да и ко мне тоже поговорю Алло Сестра Елдыс, как ты? Нормально все у меня А у тебя как все, Хандан? Ой, твой братец убьет меня Мы зашли всего в два магазина Он уже хочет вернуться домой Ладно, вот ты с ним справишься Но что он только не готов пойти ради тебя Боже мой Хандан, дорогая Я потом тебе позвоню Увидимся Ой, что-то случилось Нет Не на меня пролилось, слава богу Боже мой Что случилось утро пораньше из-за меня? Нет, уважаемая Вас это не касается Я во всем виновата Я на самом деле сюда пришла вот для чего Сестра Севги Если ты выздоровела Ты можешь приходить ко мне Так же, как и раньше Я... Я согласна К тому же, матушка Тебя же все устраивало По-моему, было бы прекрасно Да, но я... Ну тогда прекрасно, договорились Вот и хорошо Боже, любимый Посмотри на это Ты ведь до свадьбы не будешь говорить о ребенке? Нет, я не поэта Женщина такая толстая Я такой никогда не буду, любимый Я всегда буду в форме Ты посмотри на это платье Отпадное Я должна примерить его немедленно Спасибо, братец Если бы ты не смог бы я машину починить в такие сроки Да ладно тебе, что ты Я... Когда я видел машину в таком виде Я был шокирован Первое, которое я не вспомнил, был ты Я еще немного поспрашивал Кто мог бы быть виновником всего этого Ну и безрезультатно Хулиганы, наверное, какие-нибудь Нет Кое-что есть Лобовое стекло сломала какая-то женщина Женщина? Я хочу всегда быть рядом с тобой Просто хочу делать тебя счастливой Алло Я разговариваю с госпожей Бахар Я Хандан Хандан Куркджу Я звоню по поводу вашей мамы Что? С ней что-то случилось? Да нет Прошу вас, успокойтесь Ваша мама сегодня пришла ко мне поработать Чтобы квартиру прибрать Да, я знаю Прошу вас, не паникуйте Ваша мама упала со стула И у нее есть некоторые боли Я решила сообщить вам С мамой все хорошо? Пожалуйста, скажите мне правду Нет-нет Все нормально Я сейчас вам сообщу адрес Хорошо, вы скажите, я запомню Хорошо Хорошо, я скоро буду Спасибо большое, госпожа Хандан Пройдите, сядьте немножко, госпожа Сергия Я пойду, пожалуй Нет, что вы Вам не хорошо Пожалуйста, лягте Отдохните немножечко Прошу вас Я позвонил вашей дочери Бахар Она очень скоро будет здесь Вы набрали мою дочь? Ну, то есть Я увидел, что вам плохо И решил сообщить ей Она скоро будет здесь Лучше бы вы ей не звонили Пусть не придет сюда Со мной все нормально Нет, не все нормально Я подумал, что если нам придется Пойти к доктору Будет хорошо, если она будет с нами Правда, не стоит Все нормально Со мной все нормально Пусть не приходит Матушка Бахар Ответь на звонок Ответь Я ее просил не паниковать Но она, конечно, запаниковала Она вскоре будет здесь Не переживайте Ты хочешь сказать, что мужчина, который видел ее Не может ее описать? Нет Она приехала на такси А потом быстрым темпом удалился Отсюда Кто и зачем это сделал? Я не знаю, но Когда он сказал про такси Я вспомнил про Хандан Нет, братец Хандан бы так не поступила Хандан сюда не приходит Более того, она даже не знает, как сюда добраться Верно говоришь У нее дядя недавно умер Она сейчас приходит в себя А у тебя как дела? Нет Я пока не говорил с ней Но сейчас я иду к ней, чтобы расстаться Правильно все делаешь, брат Чтоб никто не разочаровывался Хандан имеет право знать все Да Ну ладно Я пойду Увидимся Увидимся Вам уже лучше, да? Кажется, Бахар пришла Вы не вставайте, прошу вас Я открою Здравствуйте С мамой все нормально? Все нормально, не переживайте Пройдемте Все нормально, не переживай Мама, все нормально Слушай, тебе больно? Как могло произойти? Слушай, пойдем в больницу, мама Доченька, все нормально со мной Не переживай, прошу тебя Ты посмотри на меня Ты посмотри на меня, какая я Здоровая я Все нормально В больницу уйти не надо Пусть отдохнет Немножко и мы пойдем Бахар, давай не будем здесь засиживаться Мы пойдем поскорее домой Не будем опаздывать Ну же, пойдем Ну, я прошу вас Отдохните немножечко А потом выйдете Не надо, доченька Я же сказала Ваша матушка правда Очень застенчивый человек Она так боится, что станет грузом здесь Пожалуйста, сядьте, умоляю Прошу вас Ну же, госпожа Севге Тоже сядьте немножечко Потом пойдете Прошу вас Спасибо Мама Матушка Тебе уже лучше, да? Матушка, ты говоришь, что все нормально Но у тебя лица нет Матушка, все, давай Вставай и пойдем в больницу Матушка Бахар Доченька, все нормально с тобой? Угу Матушка Ну же Садись, матушка Все нормально с тобой, доченька? Угу Все нормально, матушка Нормально все Садись Уедем отсюда Ну же Да? Алло Госпожа Севге Вы жилетку забыли А, ничего страшного Я потом заберу Пусть останется Что случилось, мама? Жилетку забыл, ничего страшного Нет, нельзя Не хочу, чтобы здесь у нас что-либо оставалось Вернемся, пожалуйста Бахарну не надо Дорогой Любимый, рад тебя видеть Ну же Любимый, пойдем внутрь Дорогой Субтитры создавал DimaTorzok